Всем доброго дня, с вами Лиссан Роуз. Сегодня мы пробуем три упоротые инди-хоррора. Я специально их нашла для вас, поскольку случилась одна неприятность с игрой, которую я сейчас прохожу. В Телеграме, собственно, ситуация с Sims. Я уже ее обрисовала вчера, позавчера. В общем, в любом случае, да, по ссылочке в описании переходите. Там какие-то такие вот моменты можно узнать заранее. И если бы были в Телеграме, вы бы знали, что я нашла уже три инди-хоррора. Правда, прямо вот сейчас, как я записываю, мне пришлось сделать одну замену, потому что одна из игр оказалась попаломатой. Я не могла ее починить, не могла пройти. В общем, там не работала мышка. Первая игра выглядит как ничто для вас. Сейчас, да, это черный экран, больше ничего не написано. Игра называется Forgot to Flash. Ну, забыл смыть. Я начинаю именно с нее, потому что звучит многообещающе, как считаете? Кстати, забыл смыть. Вот такое начало игры. Ну, а что вы хотели? А что вы хотели? Три угарные инди-игры, да? О, боже, мне очень надо в туалет. Ага. Ну, здорово, мы тебя с этим поздравляем. А, ну так, может, сюда? Сейчас, ой-ой-ой. Я как в этом, как в желе. Не люблю я motion blur. А, ты хочешь... Кто-нибудь дома? Пожалуйста, мне очень надо в туалет. Какое интригущее начало хоррора. А, дура, дура. Дверь, дверь, она не работает, застряла. То есть ты хочешь ломиться сейчас в чужой дом для того, чтобы сходить в туалет. Ага. План вообще надежный, я считаю. А, понятно, туда не пройти. А что ты хочешь? Ты правда считаешь, что это хорошая идея? Как-то странно. Дома здесь распуток. Пойди в другой дом. А почему ты вообще... А, ты решил сюда пойти, тоже здесь горит свет. И там что-то внутри, вон, я вижу, горит красненьким. Так, а как мне попасть в дом тогда? Хорошо. У меня срочная проблема, пустите. Это моя, кстати, машина? Ладно. Я, конечно, ни на что не намекаю, но в целом можно было бы как бы, ну, в лес сходить. Ну, а что? Если очень надо, представь, что ты в походе. Эй! Пустите! Не пускают. А вот, может, через гараж зайдем? Что, почему потемнело? Так и должно быть? Или ты уже все, не дотерпела и прям так? А, так это освещение! Сижу и жду море погоды, капец. Так в окно залезь. Ну, это нехорошо, конечно. Но если очень надо, конечно. И говорю, если очень надо, есть и лес. Хорошо, замечательное начало игры, если честно. Я говорю, интригующая завязка. И что дальше делать, неизвестно. Короче, я узнала, что надо делать. Я узнала, что надо делать. Мы должны найти ключ под ковром. Ковер это вот это. И оказывается, его можно двигать, представляешь? Только очень коряво и очень плохо. Вы когда-нибудь встречали похожую игру? Я нет. Эти разработчики все воле-воле сумасшедшие. Мне приходится просто по нему топтаться. Потому что он вообще не управляемый. Этот ковер сделал непонятно из чего. Он не двигается, он не поднимается. И там вот я уже видела ключ. Пустите. Во. Есть. Так. А у меня есть... А, у меня есть... У меня есть даже дневник в этой игре. Вы понимаете? Это просто с ума сойти. А как же мне переключиться на ключ? Я жал на какую-то кнопку и вся игра полетела. Представь начать сначала, похоже. И если кто-то из вас скажет, что я сломала игру, я вам отвечу так. Нельзя сломать то, что уже было сломано. Понимаете? Вот и все. Вот вам и ответ на вопрос. А, все, переключилось. Хорошо. Ну так вот, переключилось. Хорошо. Я это и хочу использовать. А что такое длинное описание ключа? Это затрол какой-то. Ключ это устройство, которое используется для того, чтобы открыть замки. Обычно ключи маленькие, из большого кусочка металла. Состоят из двух частей. Одна из них открывает, другая еще что-то. Прошло полгода, и я поняла, что просто нужно нажать сначала на правую кнопку мыши, а потом на левую, чтобы открыть. О, боже. Не удивительно, что у игры одна звезда, правильно? Мы поставим еще одну ей на лоб. Ладно. Нету этого фонарика, говорит. А, ну только давай включим свет. Ой, извини, включим. Какой странный дом, да? Так, ладно, давай мы не будем. Это же вообще не наше дело. Кто здесь живет? Может, ему так комфортно, правильно? Это не было нашим делом никогда, поэтому мы просто должны найти туалет. Так, что здесь происходит? Кто-то питался... Хлебом. Пиццей и... 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 Бубликом. Ээээ... Что-то там про оперу он сказал. Ну, а что, под этот сходится лучше. Что-то успокойся, нормально все. Я предлагаю на твой месте вот эту ерунду все... Да, в смысле? Что ты хочешь-то? Ну, не хочу я слушать твою оперу. Мне она не нравится. Короче, он издевается и... Нет, это разработчик издевается. Это разработчик издевается, а не владелец данного тома. Это скульптура какашек. Что за... Что за садистское дерьмо вот это? Что за садистское дерьмо? Это дерьмо. То есть он хочет, чтобы я слушала оперу? Пожалуйста, я готова слушать оперу. Хочешь, под оперу схожу? Как угодно. Лишь бы сходить и... Потому что я... Блин, мама родная. Вообще ничего не могу в этих инди-хоррорах. Ничего не вижу, во-первых. Эх! Уберите этот звук. Он отвратителен. Так, ну это, наверное, туалет. Нет, туалет закрыт. Ты не можешь в него сходить. Все, чувак. Пиши пропало. Я тебе говорю, иди в лес. Иди в лес. Это быстрее, проще. Все. А может просто стоит свалить отсюда? Ну ладно, уже поздно. Уже поздно. Залез, значит все. Значит теперь развлекайся, как говорится. Сам этого хотел. Ну и все, пожалуйста. Так, ладно, давайте искать все выключатели. По всей видимости, иначе мы все равно здесь черта не увидим. А здесь и нет выключателя, да, походу? А, о! Дверь подсвечивается. Вот это туалет. В таких больших домахах обычно несколько. Он не один, а их два, три. Так, возможно, я должна что-то сделать. Может быть угоститься чем-то? Пиццей типа. А, я просто забрала. Какашку мы откидываем. Хлеб забрали. Пиццу взяли. Ключ тоже взяли. А, это аптечка. В смысле, это аптечка? Ты уверен, что стоит? Ну ладно, хорошо, хоть какашку не взял, а то это уже было бы совсем. Ну ты понимаешь, это уже было бы совсем унизительно, потому что разработчики, ну сколько можно однами издеваться? Нет, я понимаю, вы хотите сделать затрольную игру, но это же какой-то перебор в какие-то моменты. Так я к какой двери должна изначально подойти? К этой? А, не сюда он. О, понятно. Значит, он вниз. Хорошо. Значит, он внизу что-то открывает. Пока поинт игры мне непонятен. А вам? Нет, если вы уловили какой-то глубинный смысл. Хотя ты знаешь, во все можно найти. Даже в куске какашки можно найти какой-то глубинный смысл, честно говоря. Я тебя уверяю. Назвать это искусством, кто-то такой, да-да, действительно, это то, как мы воспринимаем мир и вселенную. Ну и эти, эти фекалии олицетворяют мнение людей. Ну, короче, мнение людей. Что-то такое. Заходим. О, что это? Видали? Какой-то зеленый зелебоба был. Чувак, сходи прямо здесь, туалет. Сходи прямо здесь. А вот озвучка мне просто интересна. Это голос разработчика. Может, он это как экзамен делал? Ну, то есть, это был его экзамен. Какой-нибудь. Или это он так учится делать игры. Потом он сделает массовую игру про какашки. А-а-а! У меня же сердечко слева. Видимо, это мое здоровье эмоциональное. Подожди, постой. Я не думаю, что что-то новое появилось. Наверное, надо здесь повнимательнее посмотреть. Здесь какой-то зелебоба появился. Значит, здесь что-то может валяться. Возможно. Дверь не открывается. Ой, точнее, дверь машины не открывается. Здесь ничего тоже нет. Ей-богу, это игра на 10 минут. Чего-то такая душная-то я понять не могу. Если это игра, где мне должно быть смешно, так мне должно быть смешно. Почему же мне не смешно-то тогда? Я хочу, чтобы... Хочу смеяться. Все это время. Хохотать до слезочек. Понимаешь? Разработчик или ты не понимаешь? Кстати, картинки с тем же самым... Эта картинка с тем же самым зелебобой, которую мы видели. Точно. И это он. И это он. А-а-а! Так и в его дом. Так я не хотела входить тут, в вашей частной собственности. О, оно двигается, кстати. И что? What? Что-то открылось? О, есть! Оно открылось. Оно открылось. Оно... И что? Оно открылось, а сделать с этим ничего нельзя. Представляешь? Так, то есть этот... Вот этот вот призрак любит еду, говняшки и оперу. Ну, это все, что мы пока знаем. Нового ничего не появилось. Зато теперь сломан свет. Ой, что это? А, это моя машина. Я подумала, он просто стоит с той стороны дома, уже и наблюдает за мной, прикалывается. Ну, потому что... А что же мы еще делать? Я же тут занята какой-то фигней. Я же... Опа. О, а оно расширилось. Слухайте, реально. Посмотри, уже второй этаж даже больше стал. Ну, опять музыка играет. Так, так, так. Телевизор рандомно висит рядом со шкафом. Угу, угу. Я все понимаю, как и вы. Определенно. Слежу за событиями, за сюжетом. А вы что, не следите? Вам что-то непонятно? По-моему, все понятно. Все предельно ясно и все предельно понятно. Это какой-то невероятно огромный дом, вам не кажется? Просто о чешуете. Он прям гигантский. Так, а что я должна делать-то? Я что-то вообще не понимаю. Я просто хотел сходить в туалет, а не вот это вот заниматься. О, фонарик. И ключ. Ага. А что я могу теперь? О! Я могу теперь светить. Так, это ванная. В ванной тоже лежит кучка. Так это, наверное, его кучки. Это не он, сынитель кучек. Это... О, там кто-то планкингом занимается. Ты что, из какого-то года-то? Из 2007-го? Друг! Послушай. Ой. Ой. Какого черта? Не знаю. Устарелый, ну не знаю. Дом устаревших мемов. Что ты переживаешь-то? Все нормально. На чем он левитирует? Может, присесть проверить? Ладно, не буду. Кто понял, тут понял. Ужасная шутка. Честно. Только для зрелых и взрослых людей. Ладно, идем вот в эту комнату тогда. Я тоже был фонарик, просто чтобы его художество, если что, рассмотреть. А он-то этот Зелебоба творит. Видишь, как творит? Ты посмотри. Может, это просто мой худший кошмар? Я бы на том, что сходил прямо тут, потому что хуже ничего уже не станет. Алло. Кто-нибудь там? Мне нужна помощь. Что за нахер? У него даже есть три тестировщика игр. А, я думаю, это прикол, поскольку там все такие описания. Понятно. Ага. Ты посмотри, посмотри. Ай-яй-яй. Сколько создателей-то, сколько людей трудилось над этим шедевром. Это мы ничего с тобой не поняли. Потрясающе. Великолепно. Потрясающе. Лучшая игра просто. Ничего лучше в своей жизни не видела. Вы что-то поняли? Я-то все поняла? Конечно. Рассказывать я тебе, конечно, не буду. Сам должен понять эту игру как хочешь. Вот я говорила об этом в ролике. Ты возьми и увидь там смысл. Ведь он там где-то, наверное, есть. Глубинный потерянный смысл вселенной. Так, все, ладно, уходим отсюда. Ну что ж, мы продолжаем. Вторая игра называется My Strange Attic. Мой странный чердак. Эта игра уже похожа на игру, представляешь? Вот она уже похожа на игру. Мне уже приятно. Я уже чувствую комфорт. А прошлая игра меня даже не напугала. Ну, хоть бы один скримачочек нормальный. А там были не скримачки, а вот эти звуки. Это, знаешь, как... Моё самое ненавистное, когда делают скримеры... Ну, делая звук пикирующий. Когда он на пике прям по ушам тебя бьет. Типа очень громко. Так, летающая тарелка. Ладно, давайте погрузимся. Так-так, он не любит инопланетян. Так-так. Так, выруби, выруби. Всё-всё-всё. Ага-ага. Ага. Так, ну-ка. Что за звук такой? Пик-пик-пик. Пик-пик-пик-пик. Так, ты живёшь на чердаке, походу? Ну, зато это твоя берлога. Почему-то очень он... Очень не любит инопланетян. Прям очень. Так, что так мы кого-то кодим, да? Привет, мир. Ага-ага. Понятно так. Да-да. Что? Да-да. Так... Так да-да. Что? Что-что-что? Он издевается надо мной. А, мне же надо открыть. А зачем же я замуровалась? Дичь какая-то. Выпила кофейку. Идрит меня колотнуло сейчас. Ой, ой, записка! Я... Вот же отстой. Что? Что я слышала? Чё-то случ... Чё-то случ... За мной гонится какая-то хрень. Алло? Спасибо, что позвонили. Мы вас не слышим. Убедитесь, что вы для начала не спите. У меня уже перегрузка системы идет. Так что происходит? Убедитесь, что вы не спите. Так, а я разве сплю? Так, что-то тут было написано. Он... Он... Пр... Просачивается на твой... На твой чердак, пока ты спишь. И что я должна делать-то? Просто валить, наверное? Ну, бежать-то я не могу. Он преследует меня. Так, так, так. Я что, как возьму монтировку? Падла карагайская. И всё? И чё ты мне? Пропал. Ну, я думаю, не стоит отвечать на звонок пока. Тут же какая-то козябрина бегает. Правильно? Правильно? Мне тоже так кажется. А почему бегать-то не могу? Надо... О, эпично! Так, так, так. Открываем. Хорош. Ага, ага, ага. Может, это так и... Концовка 5. Что? Всё происходит. Всё так быстро меняется. Это была пятая концовка. Видимо, есть ещё одна. Так, я предлагаю бахнуть кофейку. Как вам такое? Смотри, я бахаю кофейку. Меня сейчас накрывает сила кофе. И я такая, бапс. И... А, ну это не поможет мне ничего. Блин, ну он такой, конечно, опасненький, да? Так, это пятая концовка. Это вряд ли то, что я хотела. Возможно, одна из концовок, он меня ловит? Это концовка 1. Это концовка 1. Их несколько. Вы понимаете... Вы можете себе осознать в этой игре несколько концовок? Предлагаю в эту сторону идти. И это ничего мне не даёт, потому что он просто меня ест. Я обещала вам упорные игры? Ну вот, пожалуйста. А что, вам не нравится? Очень даже упорно. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Я клянусь тебе. Это просто очень странно. Я-то думала, тут прям целая игра будет, а? А я просто не иду никуда. О! Алло! Спасибо, что позвонили. Мы не можем принять ваш запрос. Мы ведь не можем принять сейчас ваш запрос. Почему не можете-то? Почему не можете? Я же не сплю. Что происходит? Привет, мир. Ага-ага. Телефона здесь не было. Но они не могут пока что принять мой запрос, потому что я не успела, блин. Надо было помолчать и послушать, что он скажет. То есть, если спускаюсь вниз, он меня стопудово ловит. Подожди. А может, сейчас они примут мой запрос? Вот сейчас. А? 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 Опа! Ну-ка! Вот тут телефон, там телефон. Проснитесь, чтобы продолжить. Может, теперь стоит подождать, пока зазвонит здесь телефон? Я пытаюсь пройти эту игру, реально, представляешь? Значит, смотри. Мы открываем. И со временем оно, ну... На тебе, туда. Оно было прямо тут, я тебе клянусь. Ну-ка, алло. Алло! Алло! Теперь у меня есть фонарик. Я был здесь, он говорит. Нет. Нет, не был. Так, все-таки новые предметы появляются, и вообще ничего не меняется. Ошалеть. Так, ну, кофе вещь хорошая, но у меня здесь его просто завались. Так. Когда вы сможете принять мой чертов запрос? Закрыть дверь я уже не могу, но он здесь пробежал. Я тебе говорю, я его видела. Ой, а я же вообще не человек. Какая же мне тогда разница? Может, надо выпить весь кофе? Я, говорит, было здесь. Ну ты, конечно, ну хоть подарок бы оставил. Смотри, он пропал. Значит, мы можем пойти туда, откуда он пытался выйти. Но мы должны проверить все возможные варианты. Правильно? Откуда-то отсюда он вылез. А! Здесь пройти нельзя. Здесь пройти, к сожалению, нельзя. Так, в одном деревяшке это тоже концовка, в другом что? Здесь деревяшки. Ну, это не то. Значит, тогда в другую сторону опять сейчас пойти. Видишь, здесь это уже концовка. Подальше, значит, другой коридор. Здесь есть какая-то последовательность действия. Блин, эта игра мне нравится тем, что она, ну, она как бы пытается быть умной. Это же гениально. Человек запарился не просто. Не, ну, это тупик. Так. А я не открою тебе. А чердак останется закрытый. И что ты сделаешь? А? Так, мы боимся... Короче говоря, я начинаю улавливать. Здесь написано, кстати, я был здесь уже. Здесь написано. Да, вот он, вот он проскакивает. Мы сразу же находим эту записку. Отвечаемый. Нас посылают в баню. Понимаешь? Ладно. Что я могу сказать? Ну, в общем-то, вы посмотрели все, что мне кажется, я бы я могла вообще найти в этой игре. Я больше не знаю, где и что я могу здесь еще и найти. Поэтому мы просто давайте с вами переходим к следующей игре. Это была неплохая, неплохая задумка. Неплохая задумка, потому что у тебя несколько попыток. Каждый раз появляются новые предметы, новые вещи. И это хоть что-то доменяет, тем не менее. И это интересно. Это, опять же, это интересно, но оно явно не доработано. Было бы неплохо, если бы это доработалось. Прикиньте, было бы здорово. Что-то наподобие Стэнли Пермону. Каждый раз, на концовке. Ну, было бы шупер. Было бы шупер. Следующая игра и последняя на сегодня. Следующая игрушка называется House of Hunger. Собственно, Дом голода. Дом голода сделана была двумя людьми. Игра короткая. И знаете, сколько она весит? Гигабайт. Я офигела. Гигабайт для такой игры короткой? Ну, минут, сколько она там? Пятнадцать? В общем, это очень странно. И мне стало интересно, что это такое. Итак, вот эти ребята создали эту игру. Поехали. Представляют игру. Так. Дом голода. Интересно. Звучит, как интересная концепция. Нас тут поймали. Ты пытался куда-то сбежать. И он здесь нас держит, как свиней. Ты пойдешь со мной. Ты мой ассистент теперь. Возьми фонарик. И встретимся на кухне. Видал? Мы пытались куда-то сбежать. С этим парнем. Который, в общем-то, на парня странно не похож. Что у тебя с ботинками? Я не понимаю. Мы вообще не человек. Ой, а я что, гном? Представляешь, я гном. Я гном в подмастерье у какого-то монстра. Мы хотели, видимо, сбежать, но да. Жизнь моя. Блин, а что за фонарик такой дурацкий? Мистер монстра можно было получше дать. Я же ничего не вижу. Блин, я же реально крошечка. Господи, крошечка, картошечка просто. Значит, я его ассистент. Он нас держит здесь, как свиней, он говорит. Я не знаю, что бы это могло значить. А какого я такого крохотного размера? Я кто? Так, так. Ой. Принеси ингредиенты и кинь их сюда. Я понял. А ты вообще такой симпатичный, да? Слухай, я сейчас принесу. Подожди, все тебе ингредиенты. Честно. Только я маленькая. А стулья у тебя в доме большие. Ты об этом почему не подумал? Я как должна это все проходить? Как я залезу? Ну ты мог хоть подумать? Ну, кого ты взял в помощники? Взял бы соседа, он повыше как-то был. Мама родная, я аж так никуда не запрыг... А, нет, все равно. Вот это... Вот это ингредиент? Это какой-то... А что это вообще? Вот это? Я хочу какую-то плоть на кости. Кинь ее. А, я должна найти плоть на кости. То есть я не все подряд должна собирать, а только то, что подойдет. А там что? Там я не вижу что. Слушай, я... Ну, я же тебе говорю, у тебя высоко в доме. Мне приходится по мусоркам прыгать. Никакого уважения вообще. Никакого уважения к маленьким. То есть я должна идти вполне... Так, что это? Это не подходит. Он хочет мясо на кости. Вот он правильно сказал, мясо на кости. Вот эта маленькая коказябряная, ее можно выкинуть, я считаю. Я не знаю, что это такое, и что она делает. Слишком долго, блин! Давай быстрее! Я пытаюсь, что ты орешь на меня. Напугал меня! Я всего лишь маленький человечек в этом большом доме. Откуда я знаю, что за мясо ты хочешь? Черт, ну ты что? Я же... Ну, тут ничего не подсвечиваю. Значит, нужно какое-то мясо. И у тебя, блин, в доме черт ногу сломит. Откуда мне знать, что именно ты хочешь? Какое мясо? Вот там эта штука была вообще вполне мясная. А что, здесь что-то есть? Блин, мне кажется, он опять сейчас на меня наорет. Вот так, вы понимаете, стараешься, стараешься. Я же стараюсь. Конечно, стараюсь. Что, не похоже на то, что я стараюсь? Я-то, я-то, я-то... Я нашла мясо-то, только дать-то залезть не могу. Он там уже овощи все порезал. Сейчас он нереально башку снесет. Так. Да ну я стараюсь! У меня уже все готово, блин! Да я пытаюсь! Я нашла! Клянусь, нашла! Просто достать не могу. Принеси мне что-то волосатое, что-то. Но я нашла мясо! Я зачем искала мясо, если оно тебе уже не нужно? Так, ну-ка, дай я переведу, а то сейчас я... Вот он сейчас опять орет! Он орать на меня будет! Это неприятно, мне грустно! Я хочу понять, что он ищет! Что ему надо-то от меня? Что-то волосатое! То мясо ему было, то что-то волосатое! Хочешь, грузи, да приведу! Я не знаю, что это он сказал. Принести ему что-то мохнатое и пищащее. Вот что он попросил, на самом деле. Я такого здесь не видела. Ну, та штука была не мохнатая, определенно. Ну, та маленькая. Господи, какой же он нетерпеливый хозяин у меня, очень злой сегодня. Он хочет куфать, а я ничего не могу принести. Но это не волосатое. О, подожди! Ты волосатая? Ой, я наконец-то все что-то сделала правильно! Знаете! Так, принеси мне какую-то... Что-то... Желтое! Что ты просишь у меня каждый раз? Это что за запросы-то такие? Желтое бугристое штуковин. Че? Че, блин. Мастер, вы слишком... Вы слишком много от меня хотите. Я вас не понимаю. Я вас не понимаю. Желтое бугристое штука. Грибы подойдут. Такая штука, которая выходит вместе с тем, как ты какаешь. Это как я не просил! Что там опять? Почему сегодня тема какашек так актуальна в этой игре? Вообще нет, точнее в этом видео. Это как-то... Ненормально. А что он у меня просит? Желтое. Что такое может быть? Желтое. А! Вот это! Что это такое? Танцующая кукурузина? А при чем тут? А, она похожа в смысле на то, как ты ходишь в туалет. Я принесла то, что вы простили, хозяин. Не ругайтесь, пожалуйста. Принеси мне что-то. А, паука какого-то. Или насекомое имеется в виду. С многими лапами. Я видела здесь паука. Вот здесь прям. Вот это. Я начинаю угождать хозяина. Он меня, возможно, сегодня не убьет. А теперь тебе нужно мясо на кости. Я знаю, где его достать. Просто как допрыгнуть туда, не знаю. Вы на меня просто не вовремя наорали. Я не успела подготовиться. Значит, где-то здесь. Не чувствует, начинаю уверенность. Великолепно, да? Главное, мой хозяин ждет, когда я все найду. А я все найду. Я же знаю, где это все лежит. Просто допрыгнуть надо. Я хоть и маленькая, как говорится, но удаленькая. О, есть. Вот оно. Место. Отлично. Блин, мне нравится эта игра. Она очень странная, но очень прикольная. Просто даже не хочется спрашивать, что тут происходит. Заметили? Я ни разу не спросила, что тут происходит. Меня не волнует, что здесь происходит. Да просто замечательно. На. Нет, он же... В смысле? Он приготовил меня? О, нет. Хозяин был недобр. Хозяин приготовил меня. О, боже. Я не знаю, удовольствие принесла мне только последняя игра. Прям такое, ну, забавно было. Я не знаю, я не ожидала просто такой концовки, в принципе. И что сварят меня. Это забавно. Это прям классно было. Самое время вам прямо сейчас написать в комментариях, какая из игр вам показалась самой упоротой, самой интересной. То есть буквально напишите мне прям три пункта. Первое. Это самая упоротая для вас игра здесь. Второе. Игра с самой хорошей и интересной задумкой. Третье. Это просто игра, которая показалась вам веселой в своей упоротности. Напишите просто об этом в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала и тем, кто оформляет подписочку на Boost. Мы с тобой увидимся в других роликах. И пока.